Доброе утро! Сегодня будет две темы. Первая тема, я хочу поделиться двумя вещами, которые я узнала за вчера. Это первое осознание. Самое важное, что у нас есть в жизни, это отношения. Отношения с людьми, отношения с окружающим миром, отношения с самими собой. Именно все строится на отношениях и все ведет к семье, все ведет к паре, к семье, к рождению детей. Это первый момент. Второй момент, который я сегодня хочу в медитации проработать, разобрать, это то, как поступают с нами окружающие люди. Это то, как мы выступаем на самом деле сами с собой. Как мы поступаем с нашим благоприимным ребенком, с внешними различными обстоятельствами. Именно то, как мы проявляемся в отношении окружающих нас людей. То есть с нами поступают лишь так, как мы бы хотели, чтобы с нами поступали. И никак иначе. То есть по-другому недоразумений в нашей жизни не бывает, скажем так. Итак, давайте начнем. Закрываем глаза. Ставим ноги на пол. Основательно, основательно чувствуем свое тело. Глубокий вдох-выдох. А сейчас представьте, что вы вдыхаете, просто вдыхаете. Любовь к самому себе. Глубокий вдох. Женщина вдох через рот, выдох через рот. Мужчина вдох через нос, выдох через рот. Поддержание разных энергий. Морское дыхание, женское дыхание. Вдыхание. Вдухаем любовь к самому себе. И любовь, она начинает, скрываем глаза. Начинает рождаться в сердце, в груди. Рождаться как источник, как энергия. Рождаться как источник, в центре груди, просыпаться. Любовь к самому себе. Полюбив самого себя, мы можем взаимодействовать с окружающим. Потому что, когда нет любви к самому себе, мы не можем никак проявляться другим людям, кроме как просящим, забирающим. Поэтому сейчас мы работаем с любовью к самому себе. И наполняемся еще и еще любовью к самому себе. Расширяем это пространство. Расширяем это состояние. До уровня занятия. До адреса санитра. До комнаты. Дома. До улицы. Расширяем это не сегодняшний день, а не предстоящие встречи. Любовь к себе. А сейчас, пожалуйста, вспомните ситуацию, которая у вас была негативной, неприятной, не комфортной. Давайте начнем с чего-то простого. Вчера какие-то ситуации, позавчера на неделе. И посмотрите сейчас на ситуацию, на другого человека и состояние любви к себе. Это состояние принятия себя. И сейчас увидите выгоду, вашу личную выгоду того, что с вами поступил любой человек так, как он поступил. Ваша личная выгода — это ваш личный интерьер. Это мне понимать, что то, что вы получили, вы получили в вашем запросе. Сейчас ясно увидите, пожалуйста, в простой ситуации, ваш запрос на это. Что вы, человек поступил именно так с вами. Для чего он поступил? Зачем он поступил именно так с вами? Для чего он мог чувствовать обиды, дискомфорта? Чему вы себя хотите научить через другого человека? И чувствуете любовь к себе в этой ситуации. А сейчас посмотрите на эту ситуацию глазами другого человека. Представьте себе, что вы сейчас входите в состояние другого человека, в тело другого человека. И чувствуете оттуда, смотрите оттуда. И как он смотрит на эту ситуацию? Что он чувствует? Почему он так себя ведет? Чего он хочет? Почему, как он думает, почему вы поступаете именно так в отношениях? А сейчас выйдете из состояния другого человека, посмотрите, как третий наблюдатель. Просто любой третий наблюдатель. Как я бы стояла, смотрела на эту ситуацию. Или слышала ваш разговор. Или кто-то любую другую. Или просто, или просто как энергия вне тела. И смотрите, как стороной он обязательно встал. Какие чувства тогда? Почему поступили, как вы? Почему так поступило он? Что происходило? Чем? Глубокий вдох-выдох. Ощущаем очень ясно. Вот на своем тело. Стопы. А сейчас вспоминаем ситуацию, которая вас задела. Серьезно, как глубоко задела. Человек. И вот вы заходите в комнату. Помните, вы видите маленького ребенка. Он испуган, одинок, плачет. Он потерян, он не знает выход. По его лицу, личику текут слезы. Плачет на взрыв. Вы подходите и видите, узнаете этого человека, которого он причинил боль. Который причинил обиду, подставил, предал. Сказал не так, как вы хотели. Вы заделитесь на колени, вы ничего не можете сделать, что ваше сердце разрывается от того, что вы смотрите, как маленький ребенок плачет. Только 4-5. Смотрите в его доброе сердце. Смотрите в малыша, который никогда не принимал решение быть плохим. Который бы никогда не хотел причинить вам боль. В котором внутри, несмотря на то, что у нас это ваше обидче, живет любовь. Страх быть непринятым, нелюбимым, одиночеством. Увидите себя ясно и четко. Увидите другого человека, вашего обидчика. Скажите ему, ты не был таким, каким я бы больше всего на свете хотел, чтобы ты был. Я полностью прощаю и с любовью отпускаю тебя. Глубокий вдох, выдох. Вот вы уже видите этого человека, того возраста, в котором присутствует ситуация. Посмотрите ему в глаза и скажите, ты не был таким, каким ты больше всего на свете я хотел, чтобы ты был в отношении на тебя. Я полностью прощаю и с любовью отпускаю тебя. Вы чувствуете любовь и благодарность. В первую очередь в своем себе. Потому что вы здесь сегодня, потому что пришло время прощения. Пришло время исцеления вашей раны, вашей боли и отпускания того человека. Потому что каждый раз, пока ситуация не прощена, пока она всплывает в памяти, она находится на орбите вашего сознания и требует очень большой энергетический ресурс. Поэтому, прорабатывая ее сегодня, мы завершаем эту историю и исцеляем наше прошлое. И вот вы сейчас видите себя в этой ситуации другого человека. Посмотрите сейчас на эту ситуацию из любви к себе, почему вы так поступили. Для чего вы так поступили. что вы хотели от того, что вы так поступили. и сейчас мы представляем этого человека, мы входим в состояние тела этого человека и смотрим на эту ситуацию из тела человека на негативную ситуацию. и воспринимаем эту ситуацию с его августа, что вы явились обидчиком, что вы явились отрестером. Глубокий вдох, выдох. Проговариваем себе из тела другого человека «Ты не был таким, каким бы я хотел, чтобы ты был. Каким бы я хотел, чтобы ты проявлялся под мошенником». «Я полностью прощаю и вследовую искаю тебя». И вы сейчас чувствуете, представляете, как человек, который стоит напротив этого. И вы прощены. Просто прощены. И вот вы становитесь снова третьим наблюдателем внешним и смотрите на эту ситуацию со стороны. И все понимаете. И чувствуете любовь и благодарность и к себе. Чувствуете любовь и благодарность и к себе. И любовь и благодарность к другому человеку, который очень много для вас делал, научив вас чему-то. И запомните этот урок. Поблагодарите другого человека. От всей души, от всего сердца поблагодарите другого человека. он сделал для вас максимум. Того, что мог сделать. И снова вы проговариваете. «Ты не был таким, каким бы я хотел, чтобы ты был. я полностью прощаю». Я полностью прощаю, если любовь отпускает тебя. Вы представляете, как другой человек окутывается в вашей благодарности, прощении и растворяется в пространстве. Все нити, связывающие вас, все мысли, бегающие по кругу, все мысли, которые были между вами и им, они расчезают, расстаивают, сгорают. И вы расстаетесь в шаре благодарности и прощения любви к себе. Сейчас делаем три глубоких вдоха и выдоха. Наполняемся, наполняем тело любовью и благодарностью к себе, принятием себя своего тела, своих действий. все, все, что вы делаете, вы делаете единственное, здесь и сейчас. Поблагодарите себя за это. Любоких вдох и выдох. И посидите столько, сколько вам нужно с закрытыми глазами, наполняясь любовью к себе, раскрываясь сердце, сердечное чарство. мягкость, принятием себя. И будьте готовы, открывайте глаза. Я хочу немножко сказать по поводу первого сознания, по поводу отношений. Вчера мне пришло понимание, что самое важное, что у нас есть в жизни, это отношения. По пониманию пришло следующее, что у меня это хорошо получается, возвращать огонь в глазах в отношения, в семьи. и возвращать огонь в глазах, мужья, мужья, в парах. И именно это самое важное. Любовь. Любовь к самому себе и любовь к другому человеку. Наслаждайтесь этим состоянием, любите сегодня сами себя и проявляйтесь к окружающим людям так, как вы любите себя. Например, сделайте что-то приятное для тех людей, кто у вас и вас. Это может быть что-то неотмечительное, это может быть что-то значимое. Это ваш выбор. Но я вам сегодня предлагаю сделать что-то приятное, очень ценное для другого человека. То, что бы ему запомнилось. Возможно, даже на всю жизнь. Это ваш выбор. Но сделайте что-то такое, чего прям он бы получил огромное удовольствие. Делайте что-то хорошее для самих себя и окружающих людей. Спасибо всем за утреннюю медитацию. Всего благодарю. Всем хорошего дня. Пока-пока. А как нажать стоп? приостановить вебинар на один час или как? гостем вебинар на тренде на две ваши спиши. Вебинар 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 из подг ‫ парам Продолжение следует...